Теперь поговорим немножко про инструменты, которые используются дата-сайентистами, Machine Learning инженерами. И вообще этот опрос я проводил несколько месяцев назад. Я вводил Data Science Digest и как раз решил спросить у ребят, которые подписаны на него, чем они пользуются и, соответственно, в своем нетворке тоже поспрашивать, какими инструментами они пользуются. В итоге у меня получилось собрать 644 анкеты, в принципе, неплохо, чтобы оценить реальную картину. Это у нас с разных стран, поэтому мы, соответственно, с равными должностями, начиная от просто Data Science инженеров, заканчивая LCTO и там много всех разных было. Экспертиза и опыт работы у ребят, которые принимали участие в этом опросе, соответственно, распределяется таким образом, что большинство у нас с опытом работает от одного до трех лет. Ну и, соответственно, дальше уже плюс-минус распределилось по годам плюс-минус равномерно. Если посмотреть на индустрии, в которых они работают, соответственно, понятно, где на сегодняшний день чаще всего используется Machine Learning и Data Science. Первое место – ритейл. Здесь, наверное, это самое популярное. Второе место – маркетинг. Фактически это, где вот тот же самый ритейл, но вот тоже Blue Book. Фининдустрия. Мы разделили ее на две – на банкинг и остальной финтех. Соответственно, занимает третье-четвертое место. Science и дальше уже знакомая индустрия. Понятное дело, в конце у нас, допустим, есть Security Manufacturing. Это, наверное, те индустрии, которые сейчас только набирают обороты и где только внедряются Machine Learning, чтобы автоматизировать процессы. Кстати, тем, кому будут интересны сами сорсы, я выложил на GitLab, поэтому, если кому интересно, можно будет посмотреть непосредственно все данные, которые были присланы в этом опросе. Какие операционные системы используют ребята? Традиционно первое место Linux, потому что удобно и хорошо. Работают на Windows и у нас на третьем месте macOS. В некоторых опросах, которые проводили другие издания, есть еще Android, даже вот на Android и на iOS тоже пытаются что-то писать и использовать их как платформу для работы. Традиционно первое место. Где больше всего хранятся данные? Это файлы. На втором месте используется база данных, и, соответственно, где-то в каком-то проволении или в другом месте находятся данные, с которыми дальше работают. Традиционный тип баз данных и, соответственно, такое распределение. Если говорить про объем данных, какие данные чаще всего используются, то у нас фактически выходит, что от одного до десяти гигабайтов, это самый такой популярный объем. Но дальше плюс-минус равномерно идет распределение в уменьшающую сторону и в увеличивающую сторону. Есть даже ребята, которые работают с объемом Windows больше ста гигабайт. Но это, конечно, хороший объем. Языки, какие чаще всего используются, наверное, здесь никакого секрета нету. Python лидирует SQL, так как мы работаем с базу данных, R в тройке лидеров. Также уже идут специфические языки для Data Science, потому что здесь фактически мы говорим про использование и работы с Spark-клубом или про какой-то M-bub, револевацию и имплементацию. По немножечку набирают обороты Джулио. Кто сталкивался, кто работал с этим языком? Ну, вот хороший язык, но пока что достаточно непопулярный. Я говорю про Big Data, про большие данные, то среди опросанных, где-то даже чуть более половина, просто с такими объемами и технологиями не работают. А те, кто работают, соответственно, распределение инструментов достаточно понятное и предсказуемо. MySpark, Hadoop, Heavy и так дальше. Где, на чем, в каких инструментах, соответственно, пишут и разрабатывают свои алгоритмы. На первом месте джипитер, но традиционно там как удобно сразу увидеть и написав код, увидеть результат. PyCharm, RR Studio, Sublime и начал набирать тоже популярность джипитерлам. Кто работал с джипитерлам, не знает, что такое? Мало. Кто работал с джипитером, посмотрел на джипитерлам и попробовал его, потому что, действительно, это удобный инструмент. Фактически, это следующее там развитие джипитерноутбука, который представлял полноценную фактически IDE, где сразу консоль можете видеть и запускать несколько ноутбуков и иметь доступ к файлам вашего проекта и тому подобное. Упрощать себе жизнь можно с помощью разных инструментов, платформ. Соответственно, если посмотреть, что используется, то чаще всего используется анаконда или ничего. От гайфорта достаточно сильными балками от тро-рабровод начинаются всякие машинлёрдных платформы а-ля Эргур ОМЛ, Дотоприксы, Сейджмейкеры и т.д. Вам интересно, кто работал с Сейджмейкером или с Эргур ОМЛ? Ясно. Статистика подтвердена. Да. Я хочу поговорить про те библиотеки, которые используются. Здесь просто достаточно большой список всего. Мы получили в ответах, поэтому Волочко как раз вынес те библиотеки, которые указали в них фактически первого доступа, ПАКЛОС, НУМПАЛ, ну а дальше уже идут популярные формулы Тензерфлоу, КЕОС, ПАЙТОРЧ и т.д. Для визуализации используется чаще всего MatplotLoop. Из интересного, что здесь есть в списке, это Plotly достаточно хорошая библиотека для визуализации и красиво позиционирует себя конкурентом Tableau и имеет бесплатную версию и платную. Кто-то, интересно, использовал ее? О. А платную? А кто-то ее использует? Да. О. Есть. Теперь про то, где считают, и какие ресурсы используют. Фактически КАТОРЧ используют локальные компьютеры, локальные десктопы, но как можно понять, что на ватах далеко не уедешь, поэтому используются КЛАВТЕР сервисы и КЛАВТЕРа уже. КЛАВТЕРа тоже используются не маленькие часто и даже вот 5% опрошенных людей используют КЛАВТЕРа больше 51 узла. Это, скорее всего, те, кто использует Spark и работают с большими данными. Если говорить про GPU, то тоже часть людей просто-напросто их не используют. А, соответственно, распределение того, какое количество GPU уже используется для своих задач, то можем видеть следующее, что чаще используем одну карточку, потому что она у нас есть, а вот несколько карточек это уже не так часто используется и всего лишь там 20, если 4 карточки, то это вообще 17%. Некоторые используют даже 16 карточек, это, наверное, DGX используют или собранные самостоятельно сервера с большим количеством карточек. В AdWords там были варианты использования TPU и были еще конфигурацию а-ля 6 карточек, 10 карточек и другие. Если посмотреть, какие именно карточки используются, ну, понятное дело, что часто у нас вообще не используют это все, а относительно тех карт, которые используются, то на первом месте еще осталось 1080 Ti, но я думаю в ближайшее время эта картина изменится и 2080 Ti все-таки выйдет на первое место, как только их можно будет закупать в большом количестве, потому что на следующий день, в принципе, там их вроде продают несколько карточек на одну покупку, грубо говоря, да, на одну покупку, потому что майнера свое дело сделала, но нынче все равно уже на карточках невыгодно майнить. В топ-5 получается у нас есть высоты и высоты, которые используются, и когда нужны большой объем памяти или точность расчета другая. Если говорить про клауд, то здесь на первом месте Amazon, во втором Google, соответственно, у нас есть ребята, которые вообще не используют клауд, я использую там приватный клауд, но здесь больше идет речь о публичных раскладах, поэтому у нас есть ребята, которые используют приватный клауд, используют даже IPM-овский клауд, Ораковский клауд, хотя они не так себя пиарят, как тот же самый Amazon или Azure или Google, где есть бесплатные ресурсы, собственно, есть коллабора, кто работал с коллабором. Те, кто не работал, то вот если вам нужны бесплатные GPU-шки, как раз можно в коллабору, там есть GPU K50 и есть CPU, соответственно, Google в каналах GPU. И есть, как Боро говорил уже, в Kaggle тоже можно создавать ноутбуки и использовать их ресурсы бесплатно и в отличие от коллабора, там есть Google, соответственно, чуть-чуть мощнее карточки. Это все Google. Для Google мы даем бесплатные ресурсы, если нужны будут, то welcome. Вопросы. Такой быстренький прогон. Спасибо вам за внимание. Теперь нужно про выбор. У нас есть несколько побарков. Да. Вот почему-то его не выбрали. Его совсем, наверное, чуть-чуть. Ну, он больше, скорее всего, как стриминг, хотя, насколько я помню, в списке он должен был быть. Можно будет потом просто исходники поставить, какой там процент. Там, скорее всего, совсем маленький процент был. Ну, вообще-то, так-то много чего строится. Ну, там действительно большие деньги в самой индустрии есть, но это тоже такой, наверное, еще компания, которая работает в этом направлении, еще, возможно, не пришли к тому, что сначала использовать machine learning, или они уже используют, но вот часть ребят, которых мы опрашивали, не поправили в этот опрос, потому что это очень специфическая область, отрасль. Поэтому, я думаю, из-за этого всего лишь 7% у нас получилось тех, кто связан с этой индустрией. Здесь больше, получается, это разрез не в целом по рынку, а именно вот индустрии, с которых ребята были, которые принимали опрос, участвовали в опросе. Нет. Нет. Здесь практически были люди, которые подписаны на дайджест, и там мой нетворкинг в LinkedIn. соответственно, секьюрити, он какой-то такой получился. Тихонечко. Там тоже самое manufacturing. В принципе, достаточно набирала популярность область, индустрия, но все равно там пока что не так много, наверное, решений и не так много людей, которые работают. Какие были людей по странам делать? Какие страны? Какие страны? Дальше уже следующий вопрос, наверное, я буду стараться разбивать на страны, чтобы понимать, в какой стране как, что используется и кто есть. В принципе, аудитория просто растет, соответственно, будет возможность. Да. Кстати, идея хорошая, пока нет, не пробовал, но как раз хорошее дело, можно попробовать посмотреть, сделать с такого права Робурева, аналитику, возможно, сделаю. Если интересно, данные все доступны, можно попробовать. Да. Вопрос сделался, когда сказали, что данные доступны. Да. Я знал, что это спрошу, но специально выложил данные. Ну, я скажу, что если посмотреть в целом по тем вопросам, которые, допустим, проводил Каба Наггетс или еще другие ребята, то оно плюс-минус королирует, поэтому такого, чтобы совсем внезапного, наверное, ничего не было. Это пошел в продакшене или то, что он идет в продакшене? Это больше, это все сразу, скорее всего. Ну да, все сразу. Да. Он внизу там, там было в индустрии, я не помню, ну достаточно много разных индустрий, просто они, там совсем мало процентов было, соответственно, этих индустрий, поэтому я просто не добавлял. Можно посмотреть в исходнике. Хорошо, спасибо за доклад. Спасибо.